Ну что, я запустил уже третью игру Я тоже, я мотаю пики Да, я тоже мотаю Вам напомню всем, что это Intel Challenge Первый раунд сетки Winnerow Четвертьфинал Играет DTS против Oxmoz Или против Vanity Называйте как хотите, они названия меня так часто Что там я не успеваю сориентироваться В этом всем Счет пока 1-1, это третья карта Собственно, кто сейчас выигрывает, тот проходит В полуфинал Winnerow, кто проигрывает Тот проходит в полуфинал Лозерол Потому что, как вы знаете, команда Фирз С турнира снялась Распалась команда, так сказать И поэтому, проигравший в этой паре Первый раунд Лозерол пройдет на халял И сразу будет ждать Проигравшего из пары Митхиумейкерс Нави Сразу скажу вам про расписание следующих матчей Пока у меня тут докручивается Реплей В понедельник В 18.00 по Киеву, в 19.00 по Москве Будет матч Сетки Лозуров Будут играть между собой Шифт и Эстуртл Потом во вторник Во вторник будут играть вечером Тоже в 6 часов Гаганет против победителя этой пары Против победителя пары Нави и Оксмос И в среду в 6 часов Будет матч Нави против Митхиумейкерс Тоже в полуфинале Потом в четверг Будет два матча Сетки Лозуров И в следующее воскресенье 27 числа Целый день Начиная с часа дня И до вечера Будет сыгран Финал Сетки Винеров Финал Сетки Лозуров И гранд финал Это все будет здесь в арене Большой ивент Тут будет еще турнир по доте Зона 51 Там какие-то призы И так далее И так далее И так далее Ну и короче Весь день тут на большом экране Я это дело все буду показывать В следующее воскресенье Вот так Слушай Кстати скажи мне пожалуйста А в В сетке Лозуров Белл 3 Нет Белл 1 Белл 1 В сетке Лозуров Играется Бест оф 1 У тебя какая секунда Минута У меня Я вот сейчас докручиваю Докручиваю Пик только заканчивает Сейчас докручу Ну там пик такой Там Чувакам не давали Двигры пикнуть Энигму Они вот тут дорвались Взяли ее сходу Ну там плюс еще забанены Вингай Лич Такие враги Энигмы Так скажем Которые Которые сбивают И ульт Там даже в БКБ В любых раскладах Поэтому они сразу Забрали Энигму Забрали и СФ К Энигме Ну я до нуля Сейчас докручу Остановлю И обсудим пик Да Ну мы можем сразу начать Я уже докрутил Ну собственно да Поехали Поехали Ну у меня 0 Да да У меня 0 Давай Запускаем Вот у меня 3 секунда 4 Ну давай по пику Ну короче По пику Что тут сказать Потом они взяли И СФ Потом они взяли Циэнку Под Энигму И СФ Нормальный Раскад Мы забирали просто Виндранера Парейшн И Разора Почему забрали Так Ну потому что Типа хорошие герои И вообще По мне так Виндранер Парейшн И Разор Строем могут выиграть Ну серьезно Очень сильные герои Очень жесткие Тут сейчас такая фигня Но мы опять решили Мид подприжать Стоим в Дасте Притом Он этого не видел Совершенно Что мы в Дасте Но он как бы Подозревает Что мы можем быть в Дасте В том что мы так часто делаем Смокер смотрит Вот он стоит Стоит Ну и выкупаешь Тут уже попахивает Выходит чуть вперед Тут мы подходим Ну что-то кидаем В него Ну типа тут понятно Да тут ничего не сделаешь Погоняли Он и ушел И бог с ним У нас Как бы такие герои Я уже знаю Типа Что тут Все Все посмотрев На пикс Скажут Ах ТНС Какой же он придурок Что же он напикал Типа Ну на самом деле К этому пикам Мы довольно быстро пришли Не в принципе По сути Пик неплохой Салится чтобы забивать Блэкхол Блэкхол Ну и Сэфа в БКБ Ульт тоже не давать Кастовать Притом учитывая Что это и есть Что-то типа Их комбы Такой То это в принципе Одновременно Может происходить То есть там БКБ Обвязает Сэф Обычно это и будет Происходить Одновременно У них мы Блэкхол И заяц Просто глобал У них нет Блэкхол А у Сэфа Пошел Ну а Сэф просто Не может БКБ Скастовать Ульт тоже Как бы может И он просто Так Ну тут короче Снизу Лост Сол стоит Против Сол Неверморы Лосту вначале Видимо помешали Немножко Потому что Он отстает По левелу Да Уж сильно Видимо Видим Какая-то ЦМка вышла Или что-то типа того Да Там бегала ЦМка Его пыталась Чуть-чуть подгонять В итоге Лосту дают Тут получать опыт Это как бы На самом деле Ошибка Виндранке Вот так давать опыт Потому что Виндранка Потом не даст Им пропушить Лайн тут Тут Огр значит Находит иллюзию Очень грамотные Иллюзии Ну очень хорошо Найдены Можно протекнуть Очень грамотный Огр находит Грамотную иллюзию Грамотные Очень повезло С иллюзией Потому что На самом деле Не видно Ну типа лес Ну да Сейчас можно разведать А сейчас можно было Разведать И зайти вот этот вард Поставить Чтобы не Два респа заблочить А так типа Опасно очень заходить То есть непонятно Сверху Значит Клокерк стоит Клокерк пока Маганга лимит Получил второй На халяву Ну да И сейчас его уже Гоняет Тут очень серьезно Это фигня То что как бы Второй клокерк Это не третий Третий клокерк Это реально плохо Когда ракеты Станутся второй Второй уровень Клокерка Это ну ничего страшного Ой ФБ ФБ В миде Опять вместе Со смайлом И под Это же ДТС вампир Это Это опасный Огр Опасный Огр Кто смотрел На выходы Тот знает Опасный Огр Пришел опасный Огр и покарал Жалко без ботинка Но команда Не позволила Значит Огр пойдет Сейчас направо Помогает Сидендран Орхидеек От этих вот Бычар В принципе Сверху Клокерка Уже погнали Напали так На ласта Чуть-чуть И тут пришел Опасный Огр И остановил Остановил Это дело Ну тут серьезно Ничего особо Не сделаешь Когда просто Приходит Дополнительный Герой Если у тебя Не какая-то там Ну не какой-то Герой с хилом Каким-то Или что-то такое Не какой-то Чен Довольно трудно Потому что Танковать нечем И тебе просто Под вышкой Два героя будут Бить лицо А ты не можешь Им ответить Потому что Тебя вышка Начнет бить Поэтому приходится Просто отходить Так они В общем-то И отходят Ничего тут не сделают Они снова уходят В лес Клокерка Совсем Совсем все плохо То есть он Как бы Второй урон Это получил Но больше он Не крипов Ничего не нюхает Он вообще Пошел руну Левую смотреть Ну а что же Он там делает Там понятно Что у него тут Проблемы Он с этим Тапком будет Там долго бегать Опер снова Находит иллюзии Уже не такие Нужные Но иллюзии Все же Всякой иллюзии Ну у Смайла Еще банки нету Поэтому руна В принципе Нафиг никому не нужна А год уже Год уже нафармил Неплохо Год уже нормально Все Сверху Сейчас все отлично Тут В принципе Прифармит Разор Не пушит Лайн Хотя вот сейчас Он по-моему Пропушил Или непонятно Посмотрим что будет Просто пушить Клокерка Это на самом деле Глупый план В этой ситуации На меде сейчас Драка небольшая То есть Тут Напал Но он тут Как-то Плохо очень контролит Что-то вообще Непонятно что делает Но контроля не хватает В итоге Ты его убиваешь Он еще живет Но он без ботинка А Огрта с ботинком Он просто А Огрта опасный Да Снова умирает Ясик У него вообще все плохо И Можно опять заметить Как в первой Как во второй игре У Ясика все плохо Да В начале у них Вообще плохо Все плохо У Клокерка Все Очень плохо То есть Он как с этого Второго уровня стоит Да И лосс В принципе Чувствуется великолепно Потому что у него Пятый левел на пятой минуте Как бы И он еще что-то там Нафармил У них был план Запушить что-то Какой-то тавер Но у них пока Ничего не получается Они просто там Что-то трутся Ну только у Усефа Все хорошо Потому что он типа На фрифарме Снова они идут Пушить Снова Подходит Огр Там же Апарэшн Все стоит То есть он может Ультон помочь О да И весь пуш Закончится Просто моментально Да Ультапарэшн Вот сверху Такая Глупая Типа мув То что Распушили линии Быстро Да Потому что Герои не те Чтобы сломать тавер Нечем вообще ломать Нет ни сумонов Ни спилов Один АОЕ Чтобы убить крипов Но его и то не хватает Чтобы убить крипов Как бы даже близко В итоге не получается Не получится здесь Убить тавер Никак Здесь просто Клокверк За счет этого Ну да Клокверк сейчас получит Третий А то и дальше еще Левел И получается убить Ни тавер Ни клокверка И клокверк просто Получает уровень Потому что Еще и выманивает Двух крипов на себя Под второй тавер Ну супер Короче Тут для него все Да Там справа Снова отпушили лайн Я не знаю Смотрел это или нет Там прилетела Ульта Апорейшн Соответственно Враг Ну и весь Ой смотри Лос находит в лесу Энигму Ну 5й левел Не решился Находит Энигму Он сейчас Ну вот это он встреет Грамм то забрал Пару крипов Да Тут у него проблемы Начинаются Но вряд ли умрет Ну там СФ Там Тимека на СФ То есть Два койла в холостую Запускает И беда Очень слабый СФ Какой-то такой Очень слабый СФ Если бы я смотрел Вот сейчас Вот этот реплей Просто Я бы подумал Что это у меня Опять реплей баг Какой-то Ну несется Потому что Я бы наверное Эти Миколай Играем по палочке Потому что я не Сиграю Там сыграть 5 игр в жизни Ладно Вроде 5 Но мало Ну опять Варлога этого Загоняют далеко Но не убивают Они загоняют В итоге Чем они пожертвовали У них уже Ой-ой-ой Тут год Получает еще 4 ореха И короче Да И посмотри На ситуацию Нет регенов Никаких Вообще ничего нет Они просто Ну в итоге Клокер сейчас Ушел домой Он сейчас просто Топнется назад И вообще Он еще их убить Может наверное Двоих Уже скоро Такими темпами Там по 200 хп стоят Еще ракету поймают Одну Снизу снова пуш Да Снизу ты поджег Туликса И Тимека дает койлы Ооо Ооо Он реально ужасный Она тоже умирает Остается одна ЦМ Ну и ей тут жопа Да И ты еще такой По лицу На Да И она тоже умирает Блин Шикарное начало 5-0 У тебя килинг спри Тавр потерян Ну как бы Это такая потеря тавра Это фиг знает Еще в плюс Потому что Просто отдаются Чуваки Они моментально Потеряли все то Что заработали И все Ну да Ну год в принципе Ну нафармил что-то Но как бы плохо То что Да Не смогли забрать Тавр И тут Энигма Уже погоня пошла Купи какого-нибудь Пик хороший Все погиб Рост мажет стрелой Быстрее Такая неприятная Долго Долго они над ним Да там статус На 12-ой минуте Снова Могар Однозначно Главное Розора там уже много Очень много Я бы сказал Смайл откинулся ультом С расчетом Что ты там тыкнешь вард Который За тавр Вы постоянно ставите Не угадал Не угадал Тонищик Мы туда не ходили даже Тут Огрхас Сейчас Находит Берет Медведь-то фармит Вообще 2600 И продолжается Беспроблемно Ну блин Ну а что сделаешь Ну да Он фармит И Разор фармит Ой ты на хасте Сейчас в спину врываешься Клакверка нашел И что И пробежал мимо На медведя напал И рассказ Будет Ой Энигма Польшая драка И там напали Напали на Короче А че Дредд Глобал не дает А нету Глобала Да Тут вот Глобал Юзал с Дреддом В прошлый раз На какую-то фигню Ну короче В итоге так себе Разменчик Ну как Плохо Разменчик Не Не Нормально Медведя Разменяли на двух Суппортов Ну в принципе Нормально Типа нормально Там было как бы Че Огру Саленсуру вообще Ничего не надо Огру особо Тоже По вашему счету Медведя убили И убили Как бы Обтянули его арты Это Норм В принципе Ну там да Там чуть-чуть Не хватило Этого Глобала Который Юзался Вообще Как бы не хватает Нам того Что тут Разора Как бы не видно То есть Он все это время Афкафарм Как это называется Стоит сверху То есть он мог бы В такие бои Тоже прилетать Как бы давать Тут свои рассказы И забирать Всех Но этого Не происходит В общем-то Так Ну Ничего страшного Опять же То есть тут сейчас Счет уже Ну да Не разгромный Но все равно 11.6 И год-то Запакованный Что там у него По баблу Года 130 Значит что-то летит Ему в куре Да Что летит А Яша уже летит В куре Яша А че Летит Яша Да Как бы тут Если он решил Монтастайл Ну типа того Как сказать Ну типа Короче Пайп Как бы мы Ну типа Не обсуждали Просто арты Он не спрашивал Мы не обсуждали По идее Пайп тут Идеальный вариант Был бы Потому что Врага мало Реально магия Как бы С одной стороны Кажется Ну что мало магии А нафига мне Пайп На самом деле Это все Обманчивается Наоборот Если у врага Много магии То тебе этот Пайп не поможет А когда врага Мало магии Это приятно Ты ездаешь Пайп И грубо говоря Там эсэрский Ульт И тебе пофиг На все И там ракета Кокерка Влетает Ничего не наносит Эсэрский Ствол ульт Там отнял 100 хп Всем И все И всякие Суппорты Типа Огра С 1000 хп Они спокойно Живут весь бой Тут как бы Пайп очень крутой Был бы Был бы Под спорь Пайп плюс Мека Здесь отхилили Блибо вообще Всю магию Мекки пока еще нет У Дреда Но теоретически Она там где-то Где-то намекается Должна быть Со временем А не Мека есть у этого Блин У Ласта Сори Мека есть у Ласта Тут просто Хадрес с Меккой Типа Дополнительный реген От того же Кокверка Очень приятно Да Шикарно все Получается Была бы Пайпа Была бы Вообще 18 минута Идем вниз Вы сейчас будете Я так понимаю Забирать пытаться Второй тавер Так же А Яцек Наверху воюет Поверху идут Вот эти люди И весь прикол В том Их там двое А нас тут пятеро Но пушат Они немедленнее Совершенно Потому что там Медведь Их там трое И Игма Я считаю Что их четверо Они почти тоже Пятером там Пушат Да И еще и параллельно СФ очень быстро Пушит по миду Еще и СФ Пушит по миду Ну СФ на миде Ничего не успеет А вот сверху Чуваки еще могут Тавер успеть Здесь уже ТПшится Разор на мид Отобьет Но фокус файр У НС Нормально У Ласта Так что Вы забираете И все Значит Наверх еще прилетела Ульта Парешна Но там почему-то Люди не погибли От него Странно Парешна Ульта Но правда Тавер Вот не заденайли Ой Еще и смайл отдался Очень глупо Умер смайл Вообще На ровном месте Непонятно Как он там вообще Вышел вперед Поймал стан Получил корни Получил один удар От СФ И погиб Типа СФ Ну как бы Его там не ожидали Но вообще-то Это было довольно понятно Потому что он с миды Просто уходил Куда-то в лес Не домой же Ну мог и домой А мог бы и не домой Учет Потому что там Чуваки пушат Что он как бы Туда логично Чтобы ходил Ну такая Хреновенькая ситуация Получилась Немножко Ну типа просто На рандоме отдали Точнее на ровном месте Отдали два тавра Не надо было так делать Скажем Медведю подарили Релик Голубо говоря Вот он с Реликом Уже бегает Да И у него Скоро будет этот уже Радианс Релик это не Радианс Еще Ну для Медведя Вопрос Радианс Или не Радианс Это так Лишних полторы минутки Ну да Тут значит у нас Какие дела У нас бы Если бы был бы Пайп Что такое Радианс Радианс Это 30 дамага В секунду Где-то С учетом резистов А Пайп Это 400 Магическая дамага То есть это можно По пайпам Бегать С мишкой И чувствовать 10 секунд Учитывая регены Учитывая мекку Ну как бы Это такое То есть он как Что есть Что нет Значит тут План забрать Рошана Лост Не подходит К Рошану Вот тут такая Вот непонятка Лост Стреляет по медведю На меде В это время Остальные идут К Рошану Ну вот так Отвлекает И тут под вардами Пробежал Дредд Поставил свой вард Да Лост отвлекает Но Фокус файл Ласта Это и есть Как говорится Это и есть Рошан Это и есть Дамаг по Рошану Который нужен Тут еще Смайл Не юзает на Рошана Свою Первую Вот эту Кабиню Которая Рошана Очень круто Ну да И вы теряете Очень сильно Много времени Ты уже побитый Ой-ой-ой Мы теряем Очень много ХП Очень много Время Приходит Лост Кастует Смайл Смайл Еще избивает Этот Нету Нету Варда У Дредда Есть вард Но он не поставил Вард сверху Там здесь стоит Клокверк Мы его не видим Мы увидим его поздно Подходят враги Сейчас Вот идет Энигма Энигму Надо просто убивать Сразу Ласт Лост там Что-то на Рошане Закопался Кастует Шьет Энигму Она в глобале Просто Что-то ловит Всех Клокверк Кастует Разор Вообще Ничего не может Сделать Со своей Яшей Умирает Лост Там на Рошане Просто В него Кастует Ульт Глобал Был Заюзан И до Ульта Короче говоря Энигмы И до БКБ Сефа То есть БКБ Сделал БКБ Снял Твою мать И просто Минус Четыре Стал Все Рассказ Ты Тулик Сделал Спасибо Зай Нет Принесли Пиво Тулик Сдел Значит Трипл Кил Ну короче Можешь посмотреть С чем вообще Были враги В этом бою Без ничего По сути Сеф БКБ И тот С Реликом Все Энигма С Меккой Не было даже Того престолового Радианца Энигма С Меккой Но Весь прикол В том Что Мека Можешь считать Что ее нет Потому что Ульт Операция Контрит То есть Ты 10 секунд Не можешь Заезжать Мекку То есть Она ничего Не даст Грубо говоря Что есть Что нет В бою Мекки Что он заезжает Мекку Она не даст Ему ничего Вот Такие Значит Пироги Сейчас Да И очень хорошая Игра Моментально Превращается Моментально Превращается В полную В полную Жопу Да Потому как Значит Медведь Уже с Радианцем И с Аэгисом Клокверк Худ Ванглард Все просто Кучу всего Получили Клокверк Вон Купил себе Целый Худ Сходу Да И никого Тут и до Даггера Видимо А Разор Предпочел Купить себе Ну может Посмотреть Что Где 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 У нас Разор Вот Разор Оу Серьезно Да Мы поговорили По поводу этого А нафига Ну вот По поводу этого Мы после игры Поговорили Я тоже не понял Нафига Как бы Ну просто Такой вот Артефакт Был собран Саша Яша как бы Вообще Как-то Я называю его Артефакт Таксиста Сейчас Такой вот Ганг Ганг На миде Будет Такой Ну как бы Неплохой По идее Потому что Мы здесь Смоки Нас не видели Мы заходим Такие Вроде как Все и неплохо Все Короче Видят ЦМку Пытаются Убить ЦМку Но не могут Не добивают ЦМку Убивают ЦМку Короче, БКБ у всех уже по полхп пробегает, а Мишка бьет просто, просто бьет Мишка, косает, косает всех. Проснулся СФ, ой. Ты что-то, 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 медведя, что его бить, все равно его не убьешь, у него там, блядь, 2700 хп, все пытаются убежать. Ну все, говно битва, это минус дред, Гермага сейчас тоже убьют, да. Ну и Лост тоже минус, скорее всего, или уйдет. Не, не уйдет. Не, Лост уже тоже не уходит. Да, тут уже все понятно. Выжигает просто, Яцек троих выжигает радианса. Он, на самом деле, это вот радианс, такая тоже психологическая фигня. То есть вот есть радианс, да, он бегает, медведь, на самом деле радианс наносит, ну такие крапали, 40 дамага в секунду, ну это с учетом резиста, отнимает 10 сразу от 40. Ну типа не так еще много, да. 30 дамага в секунду, это фигня, это один скилл какого-то там, любой АОЕ скилл, да, там наносит который 300. Просто какая-нибудь волна там Лины, я не знаю. Это вот, чтобы нанести дамаг от этой одной волны. 10 секунд нужно бегать. То есть радианс должен бегать с тобой рядом 10 секунд. Учитывая Мекку и Хедрес, например, которые регенят. 15 секунд. Да. Ой, тут год решил ворваться, кинуть статиклинг в СФ и корни сразу минус. Блин. Такая бредятина просто. Да, с мантой бы, как бы, он мог бы уходить из тех корней и так далее. По итогам с пайпом, например, ты просто бегаешь, радианса это не замечаешь. То есть радианс, он реально как на психику давит. Вот типа заезжали радианс, ну типа у чуваков радианс страшно, типа с ним дараться, блин, мы все горим. Так же как пайп, вот езжаешь ты пайп и побежишь на врага. И сразу стремно, да, ё, это же пайп. Блин, ну типа мы сейчас будем кастовать с пилы, а там дымах не нанесется. Типа давай подождем пайп, что-то такое. Ой, пока ждали пайп, кто-то умер. Беда. Так часто бывает. А тут по итогам как бы, то есть, ну... Да, потеряли вы мид здесь. Да все, тут уже потерян мид и врагов, у которых ничего вообще не было. Да, было полная жопа. Ой, то же самое. Что-то опять тебя, короче, глюкануло. Да, непонятная ситуация. Странно, это мне кажется, Ольга мучил что-то несомненько. Ну ладно, короче, просто ситуация... Саботаж. Да, саботаж действительно. И ситуация, где у чуваков вообще ничего не было. Ну, просто, ну реально. Не, ну они были обоссаны, мы это в деталях смотрели. То есть, ну, все лайны были проиграны и в итоге получали. И получается непонятно что. Да, и просто отвратительный бой, отвратительно проведенный бой, ну, именно настолько отвратительный, он просто ужасный. То есть, я не знаю, как бы по идее, там мы должны были размениваться, ну там, не знаю, 5 в 1, что-то такое. Просто идти убивать. Разор Пайп мог уже иметь в этот момент. Юзается Пайп, бежится и убивается под Пайпом. Вся команда врага, под Ультом Парейшена, под Глобалом. И все. Но, в итоге, никто не убивается. Каким-то образом 4 в 0 размениваемся. Отдаем Рошана. Ну, а дальше тоже досматриваем игру. Нет, дальше тут понятно. Тут уже Энигма Даггер, там ПТ. Все нормально, у Мишки там уже плейт-мейлы всякие. Да, Мишка там уже Кирасу сейчас вынесет. Уоперка уже с Пайпом. Да, а у нас по-прежнему, ну ничего. Нет, у нас есть Сэнджин Яша. У нас ничего не улучшилось. Сэнджин Яша у нас есть. Ну да, ну, короче, вот, ну, честно, я даже не знаю, как бы, как это, ну, типа, что сказать, то есть, как объяснить. То есть, кто-то там, естественно, на ProDot'е напишет, ну, вот это пик дерьмо и так далее, там, что-то такое. Ну, тут просто, ну, откровенно, отвратительно сыграно, отвратительно сыграно вот в этот бой на Рошане. Ну, несколько моментов после нашей тотальной доминации, так скажем, таких полуфейловых, где мы там немножко отдали врагу, скажем, те же вышки сверху забрать. Но это такое, это бог с ним. Мы там разменивались хотя бы вышками на вышке. А тут просто отдано, значит, отдано Рошану, отдано просто, ну, просто все отдано в один момент. Это о том, как проигрываются игры. Вот, вот именно так. Да, когда у тебя есть хорошее преимущество, ты просто непонятно, как проиграешь. Вот, смотри, медведя убили. Ну, тут же новый, беда, что делать, 2700. Да, вот такие пироги. Что делать, да? Вот такие пироги. Ну, тут как бы так. Ну, мы, как я понял, мы упали в нижнюю сетку. Да, прошли на халяву фирс. Сразу фирс, а то и... Просто сразу их вот так хлоп. Сходу. Ну, это хороший знак, слушай. Да, это уже топ-6. Это уже топ-6. Еще два матча до денег. Не, ну, я на самом деле, ну, как, на самом деле, я как скажу. То есть вот так мы проигрываем. Мы тут проигрывали много в группах каких-то игр. Ну, так, скажем так, мы по своей воле в основном проигрывали. То есть там с баунти-хантером играли. Всякие такие приколы. Ну, типа, мы там, если бы сильно напряглись, кстати, просто сыграли бы как умеем. В принципе, скорее всего, не проигрывали бы их. Ну, мы там что-то так. Нам пофиг было. Мы знали, что мы из группы выходим. Соответственно, ну, как-то мы в итоге вышли из всех групп. То есть, несмотря на кучу каких-то лузов. Да, мы вышли из всех групп и заняли третье место на пиклине еще. Мы на всех турнирах, типа, все еще боремся. То есть на Farf of Fame у нас там очки, в принципе, мы в топ-8 присутствуем, даже в топ-6. Тут везде мы вышли, Милов обыграли. Да, в полуфинале играли. Да, кстати, да. Тупо везде. Несмотря на все эти даже невнятные выступления, можно сказать, что все это по плану. Хотя я не буду врать, не все по плану. То есть, как бы, мы бы рады всех выигрывать, но немножко не получается. Ну, в принципе, я вполне, как бы, жду игры, там, против Мима или Нави в полуфинале в этом. Думаю, будет хорошая игра. Ну, там против Нави, там против Нави. Там против Мима или Нави, там же непонятно, кто проиграет. А, ты имеешь в виду в полуфинале Лазеро вот этого, Intel Cup, да? Но у нас против Нави уже есть игра в полуфинале Госу Cup, там, где мы вышли из группы. Ну, я думаю, что Нави сейчас обыграют Мим. Ну, если, конечно, там Artstyle, правда, никуда не ушел. Если они там не разварились еще. То, по идее, Нави обыграют. Хотя, знаешь, всякое бывает. Мимы тоже могут собраться. И, ну, короче, мне все равно. Мне довольно будет приятно поиграть и с Мимами, и с Нави. С Нави вообще ни разу не играли в этом году. На минутка, на минутку. Все, спасибо большое, ТНС, за то, что помог. Я заканчиваю сегодняшнюю трансляцию. DTS проиграли со счетом 1-2. Напомню еще раз, это был Intel Challenge. С вами был Вилат. Ребят, сейчас у меня начинаются выходные. Встретимся с вами в понедельник в 6 часов вечера. А тебе, Нес, я напишу, где-то, через полчасика. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok